Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Гелезудинова и мой канал «Делимся опытом взаимно». Сегодня уже 24-е или 25-е, я уже не пойму, какой день. И уже пятый час вечера. Я заканчиваю сегодня свою работу. Витя, какое сегодня? 24-е или 25-е? 25-е. Вот, я запуталась уже во времени. Вот так вот я уже наставила, уже много всего. Пикирую томаты. Пикирую томаты в стаканчики всякие разные. И в ящики, в стаканчики. Вот такая вот у меня уже питунья. Конечно, черенков здесь уйма можно сейчас еще брать и как раз вырастут. Но мне уже не надо материал, придется их кардинально подрезать. А это еще старые маточники стоят. И тоже, по-видимому. Хотя их можно посадить, и они будут хорошо расти. Но мне не нужно это. Я смотрю, мои растения уже встали так хорошо. Это вот газания. Ну, сейчас вечер плоховато, наверное, видно. Ну, видно маленько. Они уже вот прямо как елочки вверх стоят хорошо. И надо будет скоро их переваливать. Уже корневая прям там хорошая. Надо в пол-литровые стаканчики перевалить. Где-то 200-граммовые. Ну, что же еще. Вот сегодня я вот таких две ванны почти полностью переработала. Маленько осталось здесь. Ну, я вот смотрю, у меня прямо виолочка так хорошо встала. Прямо вся как солдатики. Как солдатики. Попу не сглазить бы. Ну, что же еще показать. Ну, это вот все. Я распикировала томатики. Все в подручные баночки, скляночки и коробочки. Вход идут. Все в ход идет. Все идет в ход. А здесь уже вот такая дихондра у меня. Хорошенькая капуста. Я уже кое-какую маленько, вчера 8 штук распикировала. Это позднее. Там вот тоже взошла позднее густо. Это шафранчики всходят. А вот здесь вот у меня астры. Ну, не вижу, чтобы всходили. Может, там немножко всходят. Ну, может, одиночные пока ничего не всходит. А здесь у меня лабелия. Ну, вроде бы, как бы она ничего себя чувствует. Так. А здесь бакопа. Ее тоже надо все переваливать. Она в 200-граммовых стаканчиках. Вон такая корневая там. Ну, пусть она сидит. Мне совершенно еще некогда. Не до нее. Вот уже распикировала свои георгины однолетние. А это вот у меня черенки остеоспермум. Ну, их у меня мало. Вот ящичек здесь. Ну, еще, может, штук 7 дома маленьких еще. Ну, прижившихся уже черенков. А да, вот еще покажу. Цинью вот распикировала. Вот такая она. Вот мне как-то меня смотрели, говорит, вытянется рано. Ну, вот видите, нормальная. И георгина нормальная. Ничего не вытянутая. Ну, что же, что же, какие мои еще рабочие будни. А вот здесь вот у меня из пенопласта я клала в горшочек на дно. И я это все потом, когда высыпала землю, все опять собирала. А еще я коплю яйца. У меня уже их очень много. Вот, смотрите, целая коробка такая. И вот ведро. И пол ведра. И дома еще целый мешочек. В общем, в общем, так. А еще вот здесь у меня дисковерий бархатцы. Такие они. Они как будто долго растут. Ничего не вытягивались. Сидели дома. Рассадила. И растут. А здесь вот пять цветочков. Это многолетний пенисиум лисий хвост. Вот так называется. Ну, там еще мои череночки тоже переваливают. Все надо в пол-литровые стаканчики. В общем, вот так. Так, сегодня, кстати, у нас было ночью 18 градусов мороза. Вчера было 15. Сегодня, не знаю, пишут 9. Ну, смело прибавляй, еще 5. Будет 14. Ну, не знаю, посмотрим. И вот наша вот эта волшебная печка выручает нас, выручает. Ночью здесь было 16-17 градусов тепла. У нас дома, я как уже говорила, здесь в датчике дома циферблат, или как его еще-то назвать, который мы смотрим дома. Прямо он стоит на полочке возле Вити, где он спит. И вот в такие морозные ночи он два дня уже раза по четыре бегает в теплицу, хотя все вроде нормально, видит, что нормально, но не доверяет из-за того, что здесь уже очень много растений. И если они замерзнут, то хана будет. Поэтому он, бедненький у меня, вот уже две ночи совсем плохо спит. Но еще сегодня переживем ночь, и будет все нормально. Там уже потепление, потепление, потепление. Ну вот, показала свои будни. Я с утра до вечера теперь в теплице. Рабочие будни. До свидания. С вами была Наталья. С вами был Игорь Наталья.